Они далеко от родных краёв борются с фашизмом. Наши ульяновские парни служат в именных батальонах и в 31-й бригаде. Не всегда у них есть возможность связаться с мамами, жёнами, детьми. И впервые в Ульяновской области сотрудники военного комиссариата организовали телемост с нашими военными. Министерством барона Российской Федерации предоставлена возможность провести телемост между военнослужащими, которые выполняют задачу специальной военной операции, и членами их семей. Сегодня в военный комиссариат прибыли родные и близкие со всех муниципальных образований Ульяновской области. Виктория Калинина пришла в здание комиссариата с группой поддержки, с мамой и двумя малышами. Скучают, любят, ждут, со слезами на глазах, но стараются держаться. Очень тяжело, сложно, но я верю и знаю, что приедет жив, здоров, и всё будет хорошо. Я очень сильно люблю тебя. Мы ждём тебя. Наталья Фарунцева, мама Виктории, признаётся, молится за зятя каждый день. Держись, Никита. Правда, за нами. Господь Бог поможет. Детки любят, ждут, жена любит, а я помогаю, чем могу. Фонд «Защитники Отечества» создан по указу президента. В этой организации получают помощь семьи военных от медицинской до социальной. Обратилось около 1600 человек. Более 2500 вопросов они задали. 90 с лишним процентов мы уже, так сказать, ответили на эти вопросы. Значит, ну, также у нас встаётся, это главный вопрос, это получение мира социальной поддержки. И аппарат правительства не остался в стороне. Министр Ульяновской области Геннадий Нерабеев пообщался с нашими защитниками. Вам от губернатора Ульяновской области Алексеевича Русских огромный привет. От себя лично, от членов правительства. Рад вас видеть здоровыми, живыми, жизнерадостными. Смотрю, у вас настроение боевое, отдать должное. Посылки доехали, да, Марат? Всё, спасибо огромное, я слышу тебя. Ну, во всяком случае, мы постоянно с вами на связи. Подобные встречи будут проводиться регулярно, утверждают в Ульяновском комиссариате. Виктория Черкова, Бахтияр Салтанов, Улправда ТВ.